Добрый вечер! Пришло время подвести итоги этой недели. Меня зовут Александр Кузнецов и вот о чем в деталях мы вам сегодня расскажем. Битва за север. Здесь инвестиции все многомиллиардные. Как статус арктической зоны изменит жизнь северян? Городской голова. Конкретный проект это привести город максимально быстро на несколько иных вмешанный облик. Чего ждать столицы Коли от нового городоначальника? И ожидание большой воды. Мы так считаем, что будет много воды еще и до 3. Чем по весне живут усть-силемские села? Буквально вчера в Архангельске завершился арктический форум. Масштабный разговор, который должен был придать значимости, а заодно и ускорение делу развития северных территорий. Что касается первого, присутствие президентов сразу трех стран поставило точку в вопросе, а нужно ли север развивать. А насчет второго, придание импульсов, разговор получился действительно предметным. Один только проект строительства трансарктической волоконно-оптической линии чего стоит. Максим Васильев о том, что еще позволит изменить жизнь северян. Арктический форум для всего мира – это такой своеобразный «frequently asked questions» – свод самых популярных вопросов и ответов по теме. Впрочем, всем и так понятно без слов. Арктика – наша земля, и играть на этом поле надо по нашим правилам. Сегодня почти 100 миллионов тонн российской нефти добывают именно здесь. Газ и вовсе перевалил за 500 миллиардов кубометров. Почти 80% от общей добычи газа в стране. Стратегически это наша неиссякаемая сумма. Тактически предмет торга с суровыми и не очень скандинавскими соседями. Россия, на долю которой приходится почти треть арктической зоны, осознает особую ответственность за эту территорию. Наша цель – обеспечить устойчивое развитие Арктики. А это создание современной инфраструктуры, освоение ресурсов, развитие промышленной базы, повышение качества жизни коренных народов севера. Итак, что известно на сегодня? В доработанной госпрограмме 8 географических так называемых опорных зон. Кольская, Архангельская, Ненецкая, Воркутинская, Ямал-Ненецкая, Таймыра-Туруханская, Северо-Якутская и Чукотская. Правительство готово потратить на их обустройство 210 миллиардов рублей. Причем государственно-частное партнерство здесь только приветствуется. Инвесторы будут получать льготы, налоговые, таможенные и другие. Деньги, конечно, масштабные, но это, например, лишь седьмая часть от затрат на Олимпиаду в Сочи. Поэтому политика федеральной власти, максимальная отдача от ресурсного потенциала Арктики при минимальных расходах вполне понятна. Нет пока деталей. Как нет и четкого понимания, будет ли географическое движение арктической зоны вглубь республики. Сегодня этот вопрос крайне остро рассматривается. И вы помните мое посещение вместе с полномочным представителем президента Николаем Григорьевичем Цукановым. Мы эту тему тоже обсуждали. И как раз вопрос сегодня состоит только в том, что пока эта тема лежит в плоскости принятия концепции так называемого территориального или пространственного развития страны. Часть территории, безусловно, войдет в рамках развития именно Арктической зоны и опорных зон. Но сегодня нужно сказать о том, что статистика, которая введена год назад в рамках как раз оценки состояния Арктической зоны, она сегодня только формируется. И поэтому на основе сделанных выводов по оценке статистических данных в течение этого года будут приняты решения. Конечно, в приоритете стоят наши предложения, которые в том числе и добавляют в именно Арктические зоны часть территорий, которые находятся на территории Республики Коми. Но пока нас в первую очередь интересует заполярная столица мира. Какой должна стать Воркута, получив статус опорной зоны? Пути развития самые разные. Они уже даже и в обосновании нашего министерства экономики разделены как бы на три группы. Это проекты инфраструктурные, и там, и об этом тоже на форуме Белкамур. Он, как говорится, вроде с одной стороны далековато, но не менее тем, он для Арктической зоны очень важен. Вот эта дорога на Усть-Кару и возможный там порт. И с этим тоже связано энерготехнологическое, вот этот кластер, не хочется так говорить, энерготехнологическое использование углей. Белкамур – самая долгоиграющая, но не потерявшая своей актуальности темы. Строительство железной дороги как для Республики Коми, так и для Российской Арктики по-прежнему один из главных проектов, по которому, например, Сыктывкар сразу станет транзитной точкой на карте, а не тупиковая, как сейчас. Белкамур сегодня аккуратно преподносит китайским инвесторам. И пока что о деньгах не говорят. Всё в оценочном поле. Впрочем, пока что в базовом документе форума в государственной программе социально-экономического развития Арктической зоны России до 2020 года вообще нет реальных механизмов финансирования. А наш регион их появление ждёт с нескрываемым волнением. Мы надеемся, что будут выделены определённые финансы для реализации этих проектов. Тем самым город Воркута и всё, что связано с Арктикой, получат новое дыхание, получат новые импульсы. Конечно, разработать быстрее просили не только мы, но суть не в этом. Президент услышал призывы представителей опорных зон и созданию новой арктической концепции придал свежее ускорение. Я просил бы очень правительство Российской Федерации ускорить доработку новой редакции госпрограммы социально-экономического развития Арктической зоны России. Там должны быть предусмотрены новые подходы к развитию частного государственного партнёрства к реализации масштабных инфраструктурных проектов, включая освоение шельфа, конечно, и повышение конкурентоспособности Северного морского пути. В настоящий момент Минэкономразвитие внесло в правительство проект постановления об изменении вот этой программы. Я, если будет такое поручение президента, лично тогда к этому вопросу вернусь. Посмотрю этот вариант, потому что существуют естественные расхождения между ведомствами. И потом мы представим доклад президенту о том, что можно было бы в эту программу погрузить, имея в виду перспективу не только до 2020 года, но и на последующий период. Потому что смотреть на горизонт три года здесь несерьёзно. Здесь инвестиции все многомиллиардные, и стройки все очень большие, поэтому требуется более такой дальний взгляд на вещи. Значит, в ближайшее время комиссия по вопросам развития Арктики подготовит окончательную версию, потом я всех соберу, а потом доложим вам. Хорошо, спасибо. Похоже, крем в сторону угля на мировом рынке энергоресурсов уже всё больше. В Иркута с её налаженной сетью в этом смысле всё привлекательно. По словам губернатора Коми Сергея Гапликова, рост спроса на нашей марке коксующегося угля не станет неожиданностью. Республика готова активизировать добычу открытым способом. А со следующего года все процессы в Заполярье, как и во всех опорных зонах Арктики, у федеральной власти будут под микроскопом. Там появится особый статистический учёт. На карандаш попадут важнейшие социально-экономические показатели, в том числе уровень зарплаты и безработицы. К повышенному вниманию в Иркуте, похоже, снова придётся привыкать. Асыктывкар на неделе выбрал нового градоначальника. Им стал Валерий Козлов, прежде руководивший Советом города. Новый столичный голова сразу обозначил ориентиры для подчинённых. Особое внимание будет уделено благоустройству. А ещё заявил, что команду нынешних управленцев обновлять не планирует. Константин Куратов о том, что всё же изменится в главном городе Коми. За Валерия Козлова, своего бывшего соратника и руководителя, проголосовал 21 депутат из 28. Сам кандидат номер один голосовать отказался, чтобы, цитата, «исключить коррупционогенный фактор». Его ближайший конкурент, отныне просто первый заместитель мэра Владимир Голдин, заработал пять голосов, либерал-демократ Михаил Габанов – один голос. Конечно, надо готовиться к паводковому периоду, потому что у нас территория Светкиркача, другие посёлки подпадают под определённое мероприятие. Конечно же, мы продолжим очистку города, готовиться будем к весне, чтобы достойно, без больших нареканий, пройти вот это, в принципе, непростое для администрации время. 16 августа 2016 года состоялись общественные слушания, на которых определили основные направления развития Сыктывкара. Сейчас, по словам нового мэра, нет необходимости коренным образом их пересматривать. Да и команда, с которой он работал много лет, тоже полностью устраивает, хотя обещает держать дисциплину. Мэр должен выезжать планово, понимая, куда и зачем он едет, с точки зрения контроля выполнения поставленных задач, определения новых задач, выяснения ситуации и оценки её на месте. Ни в коем случае. Это самая, наверное, плохая вещь, когда любой руководитель работает в качестве пожарной команды. Значит, у него недорабатывают его сотрудники, его команда, она не справляется. И это приводит к тому, что человеку приходится лично самостоятельно решать какие-то вопросы. Я постараюсь, чтобы так у нас не было. Один из проблемных вопросов, на который чаще всего указывают жители сегодня, чистка дорог и улиц от снега. Очень много жалоб по поводу много сугробов было. Я думаю, надо вовремя чистить их. Тем более у нас, сами знаете, в Сыктывкаре такие осадки. Снег не очень хорошо вывозится, потому что тут в центре ещё ничего, а там прямо глыбы снега. Новоиспечённый городоначальник уже успел взять на контроль несколько вопросов и от зрителей нашего телеканала. Жители посёлка Трёхозёрка сообщили, что до города добираются на автобусах с Ситкиркища, а до него 7 километров преодолеть не на чем. Назвонилась и жительница улицы Колхозной, 78-летняя Маргарита Борисова, и пожаловалась на ежегодные потопы. Тут дорогу-то построили, машины-то ездят, ездят. А мне этот, я стала в яме, и каждый год меня заливает. Мне так нехорошо. Сейчас только жду, опять зальёт всё. Дайте мне, пожалуйста, свой адрес, и я выйду к вам на этой неделе, и давайте мы действительно посмотрим, что можно сделать вот в вашей ситуации. Затяжные ливни неоднократно приводили к настоящим разливам в районе аэропорта, на орбите и на улице Морозова. Причина – отсутствие ливневых канализаций или их аварийное состояние. Новый мэр отметил решение этой проблемы. Отдельный пункт инвестиционной программы города на 17-е и 19-е годы. Всего в перечне 42 проекта. Продолжится работа и по набережной. Там несколько сотен миллионов, мы будем совместно с правительством этот вопрос решить. На сегодняшний момент главное – посмотреть, как эти все сооружения пройдут весну, сделать ряд водоотводных мероприятий, они запланированы. Для всех социальных целей необходимо развивать экономику. Муниципалитет заключил 17 соглашений о сотрудничестве с крупнейшими предприятиями столицы. Объём инвестиций в этом году превысит цифры прошлого. Для малого и среднего бизнеса новый градоначальник обещает снижение административных барьеров и поддержку, в том числе финансовой помощи, в уплате процентов по кредитам. Впрочем, на новый уровень должна выйти ответственность всех организаций и предприятий перед городом. Хорошим примером назвал энергетиков, которые построили у офиса сквер с памятником. Вообще, похоже, урбанистика будет коньком нового мэра. Конкретный проект – это привести город максимально быстро в несколько иной внешний рублик. Как я уже сказал, я предложил начать улицу коммунистической, и мы обсудим это с общественностью, мы вынесем это на некое публичное обсуждение, потому что понятно, что, может быть, за год, за два этого сделать будет невозможно. Поэтому ту же улицу коммунистическую надо будет приводить в порядок поэтапно. И вот все эти этапы мы будем решать совместно с профессионалами, с МВД по линии ГИБДД и, в первую очередь, широкой общественностью. Особое внимание мэр намерен уделить программе переселения из ветхого и аварийного жилья. Ее нужно завершить до 1 сентября. В общей стратегии развития облика Сыктывкара, как обещает Валерий Козлов, мы больше не увидим точечных застроек, а перейдем к комплексному развитию территорий с благоустроенными дворами, парковками, транспортным обеспечением и доступными объектами социальной инфраструктуры. Также ближайшие годы пройдут под дивизом ликвидации двусменного обучения. Откроются новые школы. Нам необходимо завершить строительство школы на 1200 мест в микрорайоне Орбита, что позволит разгрузить образовательные учреждения и учить детей в современных условиях. В настоящее время прорабатывается вопрос создания новых учебных мест в Эжинском районе на 250 учебных мест для снижения уровня сменности в Эжинском районе. Планируется строительство школы на 600 мест в поселке Краснозатонский. Планы большие, но осуществимые, тем более, по мнению опытных коллег, в новом статусе руководителя одновременно и администрации города, и его совета, возможностей для серьезной работы больше. Город – это не ларек. Город требует к себе очень такого разумного и довольно длительного по циклу подхода. Чтобы задуманная притворилась жизнь, надо сделать настоящий проект, реализовать этот проект, и потом видно будет результат. И пять лет – это разумный, очень такой долговременный срок, который позволяет и себя проверить, и в то же время реально повлиять на городское хозяйство. Валерий Козлов обратился с критикой и в свою сторону. В городе множество огрехов, получившихся от несогласованности, те же поломанные коммунальной техникой ограждения. И обещал буквально с завтрашнего дня такие вещи исправлять, поскольку они не требуют ни больших вложений, ни долгосрочных программ. А ко всем жителям, ТСЖ и управляющей компанией обратился с призывом активно включиться в новый проект по благоустройству дворов. 160 миллионов рублей на эти цели получены из федерального бюджета, плюс 10% софинансирования из муниципальной казны. Их получат самые активные коллективы на благоустройство своих территорий, кто заявится с проектами и проведет обсуждение в своих дворах. Таким образом, уверен новый глава города, столетие республики точно удастся встретить в обновленной столице. К слову, новый столичный городоначальник обещал горожанам позитивные изменения и в сфере здравоохранения. И среди них долгожданное строительство новой республиканской инфекционной больницы. О стенах нынешней инфекционки сейчас говорят, выражаясь образно, либо плохо, либо никак. Очевидно, она созрела, по крайней мере, для капитаннейшего ремонта. Видимо, поэтому принято решение, помимо строительства нового корпуса, старые, которые останутся от прежней больницы, реконструировать. По предварительным планам, инфекционную больницу Сыктывкарда и республика дождется в 2019 году. Любовь Лапина в деталях о стройке. Субтитры создавал DimaTorzok 13 тысяч пациентов. Столько в среднем проходит через республиканскую инфекционную больницу за год. Здесь практически не бывает пустующих палат. Как отмечают врачи, сейчас в ком идет вторая волна гриппа. Потому в день сюда поступает в среднем до 30 пациентов. Условия, мягко говоря, непростые. К тому же не соответствуют нормативам. Ведь по закону об основах охраны здоровья граждан, в инфекционном стационаре количество пациентов в одном боксе не должно превышать одного-двух человек. Приходится, конечно, сокращать время пребывания больных, ставить на очередь социально значимых больных и хронических больных, которых мы должны лечить, заниматься профилактикой, лечением. Ну вот, такое у нас время такое. Консультативно-диагностическое отделение в еще более стесненных условиях. Сейчас оно занимает половину второго этажа административного корпуса. Одного из самых старейших. Чтобы понять это, не надо даже проводить какую-либо экспертизу. Здания ходят, полы кренятся. Однако каждый день здесь ведут прием специалисты. Гастроэнтеролог и врач-инфекционист. Специфика в том, что ввиду дефицита специалиста по всей республике пациенты зачастую вынуждены обращаться именно сюда. Лечебный процесс на себя может взять и поликлиника. А изначально диагностика, определение характера поражения, уровня поражения, характер лечения, прогноз и все остальное проводится именно здесь. Не менее остро стоит вопрос и приобретения современного лечебного и диагностического оборудования. Все это, конечно, сказывается на уровне оказания помощи больным с инфекционной патологией. Таких пациентов, безусловно, нужно изолировать. Но сегодня у инфекционной больницы острый дефицит палат. На всю южную часть Коми всего 100 коек. Ну вот, раньше у нас больница была на 250 коек. У нас было три здания. В 99-м году, значит, в связи с аварийным состоянием, был закрыт основной корпус инфекционной больницы. Там находилось у нас два отделения. Значит, отделение гепатитное, аспираторных инфекций, две лаборатории, экспресс-лаборатория, клиническая лаборатория, рентген-диагностика находилась, и административный аппарат находился. Сегодня инфекционная больница – это семь разрозненных строений, самой разной степени изношенности, и все без капитального ремонта. Так, бак-лаборатория находится в бывшем здании патологоанатомической службы, чуть поодаль – пищеблок. Еще 10 лет назад это строение было признано аварийным. В остальных подобных постройках – прачечная дискамера, технические службы. Да и сами два главных корпуса между собой сейчас никак не сообщаются. Строительство нового здания назрело давно, и, как отмечает министр здравоохранения Коми, все это время объект был в числе первоочередных. С 2012 года профильное ведомство включало его в адресную инвестиционную программу России. Однако финансирования не было. И вот теперь Коми смогла изыскать 400 миллионов рублей. Это первый транш на нынешний 2017 год. Это значит, что уже в этом году строительство начнется. Сейчас доработана проектная документация, которая проходит государственную экспертизу. В конце марта государственная экспертиза должна быть закончена, и, соответственно, будут документы подаваться на аукцион для того, чтобы определить подрядчика данного строительства. Одновременно мы данный объект запланировали включить в федеральную адресную инвестиционную программу. Документы Министерства здравоохранения России уже поданы. Там заверили. Проект имеет высокую степень готовности и проходимости для включения в федеральную адресную целевую программу. Если это произойдет, то Коми сможет разделить это финансовое бремя с Российской Федерацией. Сам участок под застройку уже выделен. Это место, где ранее как раз и располагался снесенный в 2008-м бывший центральный корпус. Осенью территорию очистили от деревьев и полностью подготовили к строительным работам. Предполагается, что всего за два года на этом месте вырастет семиэтажное современное строение. Современное здание с приемным покоем, с боксами, с хорошими боксами, с реанимацией на первом этаже. Тоже боксированное отделение будет с лабораторией, с рентген-кабинетом соответствующим. И на каждом этаже, начиная со второго, будет размещаться отделение. Два нынешних корпуса также будут приведены в порядок. Впрочем, их назначение изменится. Восточный будет передан центру СПИДа. Он также сейчас находится в стесненных условиях. А вот в западном здании будет размещена бак-лаборатория. Та самая, что сейчас располагается в бывшем морге. По нормативам, это учреждение должно находиться в изолированном отдельном здании. Небольшая реклама. Прямо сейчас. Потом продолжим. Формальное отношение муниципальных властей к предстоящему паводку может привести к печальным последствиям. Сегодня эти опасения высказали участники правительственной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Больше других вопросов задавали представителям Усинска и Усть-Сильмы. Кстати, именно для Усть-Сильмов метеорологи дают неблагоприятный прогноз на эту весну. Виктория Палкина напомнит, Усть-Сильме к большой воде не привыкать. Весна 98-го года. Уссильмский район, Среднее Бугаево. Село затоплено полностью. Тот май сельчане вспоминают до сих пор. Многих эвакуировали, но некоторые не захотели бросать свои дома. Вот так на небольшом сухом пяточке в центре населенного пункта все вместе готовили обед. И думали, как быть, когда большая вода уйдет. Игорь Нужный был свидетелем тех событий. Уроженец Среднего Бугаева сегодня живет в Акунево. Этому населенному пункту от Печоры достается не так сильно. И все же каждую весну жители прибрежных сел ждут с волнением. Одни что-то предпринимают, какие-то меры по спасению своего собственного имущества. Ну что в их силах. А другие как-то халатно к этому относятся. Ну, кто-то трактора ставит прямо в воде, что нельзя было сделать. Допустим, по мосту загнать тот же мотоцикл. А они остались под водой почему-то. Картина 98-го года в Среднем Бугаево повторится через 6 лет. А в 2014-м большая вода придет вновь, но уже по другому сценарию. В зоне подтопления окажутся 10 населенных пунктов. Сумма ущерба больше 70 миллионов рублей. О том, что ситуация будет критической, власти муниципалитета говорили задолго до весны. И предлагали взорвать лед еще осенью. Но тогда к ним никто не прислушался. И первые взрывы прогремели только после того, как затопило десятки домов и социальных объектов. В этом году в районе уже готовы к любому повороту событий. Завезли ГСМ, проверили в магазинах, что у нас продовольствие есть. То есть плановая подготовка к поводку идет. В любом случае мы готовимся пока к негативной ситуации, а как будет развиваться она уже. Тем временем жители района делают свои прогнозы. Ориентируются на народные приметы. Нет длинных сосулек, говорят сельчане, значит весна будет дружной. Снег и лед будут таять быстро. И вода просто не успеет уйти в землю. Значит пойдет по верхам. Половодие не избежать. Впрочем, погода в последние годы стала непредсказуемой. Поэтому есть шанс, что большой воды удастся избежать. Сейчас все зависит от того, как пойдет сама весна. Снегозапасы большие, но лед на реках в общем-то не крепкий. Поэтому если будет весна такая продолжительная, то я думаю, что у нас проблем с половодием в этом году не будет. Половодие наносят коррективы и в жизнь местных аграриев. Тех, кто трудится на том берегу Печоры. Ввозить продукцию они не смогут. А потому из всего ранее широкого ассортимента в цехе переработки остается только один продукт. Мы производим в это время наше любимое Уссильмское масло. И потом в дальнейшем оно идет на ура, реализуется. Поэтому конкретно по прошлому году со сбытом у нас сливочного масла по реализации не было проблем. Пожалуй, вкусное масло – единственный плюс большой воды для жителей Уссильмского района. Сегодня это ледовая переправа. Через Печору соединяет райцентр и сразу несколько крупных населенных пунктов. Сотни людей, десятки социальных объектов. Сейчас на дороге стоит ограничение 10 тонн. Минимальный порог – 5 тонн. Потом ее официально закроют. И для сельчан начнется новая весенняя хлопотная жизнь. В Коми сегодня функционируют 87 ледовых дорог. Впрочем, их число сокращается каждый день. Первый знак того, что большая вода все ближе. В зоне подтопления 80 населенных пунктов. В них проживает больше 6000 человек. На случай ЧАЭС в арсенале – 2 вертолета и 39 тонн взрывчатки. Наиболее проблемные места у нас всегда возникают. Это ледовые заторы на реке Печора в среднем и нижнем его течении. Конкретно в районе населенных пунктов. У Сырьмы здесь у них есть 3 населенных пункта, которые практически всегда подвержены подтоплению. Это Бугаево нижнее, среднее и верхнее. Ну и, соответственно, потом на выходе уже от Республики. Здесь вот поселок Ерницы. А по югам ожидается, вот в связи с тем, что все-таки в наших южных районах Республики величина снежного покрова на 15-20 см все-таки выше среднестатистического наблюдения. То здесь мы предполагаем, что возможно у нас подтопление. Это когда южные реки начнут скрываться с 15 по 20 апреля, я уже говорил. Это реки Лу-Заветка, это вот наши южные районы. Ну и, возможно, в случае дружной весны, возможно, в районе Кослово-Мусагорска, это Мизень. На Ударе к этой самой дружной весне уже готовы поселок Иджитьяк под водой, оказывается, постоянно. Конечно, масштабы бедствия в последние годы не глобальны, но были периоды, когда под воду уходили все подворья. По улицам приходилось переправляться на лодках. В последние годы небесная канцелярия радует. Мизень подступает лишь к окраине поселка. Создана группа оповещения в составе пяти человек. При получении команды на эвакуацию происходит оповещение населения об эвакуации. Указывается место пункта сбора населения для регистрации и учета эвакуируемого населения. Ну а дальше уже по плану действий, какая задача будет поставлена районным КЧС. Население будет эвакуировано. В поселке чуть больше полусотни человек покидать свои дома. Даже в случае сильного затопления сельчане не торопятся. И все же пункты временного размещения здесь готовы. Как и в других населенных пунктах, находящихся в зоне риска. Пока власти подсчитывают запасы и расходы на ковидацию КЧС, жители при прежних сел внимательно следят за прогнозами. По словам синоптиков, большая вода в этом году придет позже обычного, дней на 10. Но у сельчан свой календарь. А потому продуктами и лекарствами они уже запаслись. Есть даже накопление на случай сильного подтопления. Ведь самая страшная не большая вода, а ее последствия. Между тем, жителям небольшой деревни Загривочная у Стилемского района до сих пор с трудом верится, что у них появится свой молельный дом. Его строительство началось осенью прошлого года, а главным помощником для местной общины старообрядцев стала компания «Лукоилкоми». На грант полученный в конкурсе социальных и культурных проектов компании и были куплены стройматериалы. В надежде на скорую весну и с верой в Бога жители Загривочной ждут возобновления строительства молельного дома. Сруб готов. Осталось только заказать материал для обшивки. Место для встреч верующих сельчане выбрали не случайно. Здесь, на берегу реки, раньше было кладбище, а старообрядцы особенно чтут память усопших. Пока приходится собираться в доме у одной из местных жительниц. Живут по принципу в тесноте, да не в обиде. Там помещение не позволяет очень много собраться. И не всегда удобно прийти на дом человеку. А тут всегда человеку будет удобно прийти в любое время. А потому что у нас в основном здесь пенсионеры. И им вроде бы надо куда-то скотить, помянуть своих умерших родителей. Появление своего молельного дома в Загривочной привлечет к вере молодежь, уверены местные старожилы. На помощь сельчан здесь надеются всегда. Ведь строительство должно стать по-настоящему народным. Главный финансовый вопрос помогла решить компания «Лукойл Коми». Дальше дело за людьми. Работы здесь хватит всем, говорят кураторы стройки. Там потребуется, конечно, вся внутренняя отделка, потребуются иконы, которые нужны будут. Потребуются книги, которые есть. Но есть, конечно, у людей уже в домах книги у многих. Поэтому, может быть, кто-то и принесет сам. У Настиси Каравны много очень книг, по которым она все это читает. Выписываем книги. На большое дело жителей Загривочной благословил настоятель старообрядческой поморской общины. Отец Алексей и советом готов помочь, и в стройке, если надо подсобить. Духовный наставник всех старообрядцев Усть-Селемского района знает, как важно для верующих иметь крышу над головой. К тем, у кого ее до сих пор нет, отец Алексей приезжает сам. Это Сыктывкар, Ухту, Сосногорск. Я тоже там посещаю верующих. Потом Печора у нас. Тоже считается даже филиалом нашей общины. Мы там планируем строительство малейного дома. Также вот сейчас в Устинске был тоже верующий, навещал, как бы тоже великий пост. Необходимо проходить, как люди желают исповедоваться. Пасху с сетельской, с чистой душой. Сегодня у старообрядческой поморской общины Усть-Сильмы хватает сил и на стройку, и на подрастающее поколение. Так отец Алексей взял духовное шефство над местными кадетами. Кстати, нефтяники – главный партнер первой сельской кадетской школы в Коме. Как только новое патриотическое движение зародилось на берегах Печоры, наставник стал главным другом для школьников. Практически любое мероприятие, особенно которое связано с выездом за пределы района, всегда все осуществляется с благословения нашего духовного наставника. Ребята после присяги первые, куда они едут, они едут в церковь для благословения, для того, чтобы отче прочитал им наставления, проповеди. Вместе с наставником мы ездим в паломнические поездки. А это уже факультатив по церковно-славянской письменности. Здесь и начальная школа, и выпускные классы. Для истории старообрядчества возрастных границ нет, тем более, когда под рукой современные прописи. С детьми очень легко заниматься. Мы каждую буковку прописываем, каждую буковку проговариваем. То же самое сделали учебное пособие по церковному чтению. Этих книжечек не было. Вот сейчас они есть. И это просто очень-очень-очень большая помощь для нас, для того, чтобы научить детей читать и писать по церковно-славянскому. Тем временем, все верующие из Селемского района, вне зависимости от возраста и статуса, готовятся к 2020 году, к 400-летию протопопа Аввакума. Именно с этим именем старообрядцы Печоры связывают всю свою историю. Несмотря ни на какие гонения, ни на какие многолетние ссылки, он сохранил эту веру в душе. И поэтому призывал всех русских людей держаться именно этой веры, чтобы ее сохранить. Сегодня в этом северном муниципалитете как нигде хранят и продолжают традиции старообрядческой культуры. В компании Лукоил Коми, в свою очередь, понимают, насколько это важно для истинных усцелемов. Правда, частенько духовное так тесно связано с материальным, что здесь без поддержки не обойтись. Таковы некоторые детали этой недели. А я с вами прощаюсь. До скорой встречи.